Добрый вечер! 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 Более того, при всей, возможно, большей зарегулированности российского политикума, русский человек, русское общество в целом внутренне гораздо свободнее. Внутри западного общества действует такая непоколебимая внутренняя цензура, такая самоокорот, при котором совершенно ясно, что говорить надо только то, что положено, и есть вещи, которых не положено говорить, которые по отношению к русскому обществу никогда не действовало. Это в этом смысле очень разные общества. Русскому человеку трудно понять, насколько внутренне не свободен представитель умеренной западной элиты, да, в общем-то, и любой. Он не свободен, он не может действовать так, как кажется русским, вообще-то можно было бы действовать, особенно там за бугром, где свобод, очевидно, больше, и люди настолько свободнее, мы же туда рвались. Вот там эта несвобода гораздо выше. Вот там какой-нибудь этот блогер Карлсон говорит о том, что вот там, и вдруг я понял, что за мной следит АНБ или кто-то еще, и мне помешают дать интервью, и я пришел в бешенство. Это все такой спектакль по отношению к тому, что я знаю, а я не могу сказать, что я всю жизнь посвятил этой Америке, но что-то я про нее знаю. Такой очень крупный американский эксперт и аналитик мне говорил, Сергей, ну что такое аналитики в Соединенных Штатах? Он был советником и Буша, и Бейкера, и так далее. Ну что, это если у него нет кураторов ЦРУ, то он вообще ничто, говорит мне американец. Да это не человек, это пустое место. А есть высшая каста? Вот я могу писать Бушу, там, Бейкеру, зачем мне этот грубый парень из СРУ? Я в высшей касте. Описывает мне сам этот человек. И совершенно ясно, что если бы там кто-нибудь какому-нибудь блогеру не сказал, давай, давай, иди и делай то-то, то-то, то он бы просто из Америки не выехал и ничего не сделал. И это касается всех аспектов американской жизни. Во-первых, это точное понимание, что можно и что нельзя. А во-вторых, когда ты это не понимаешь и путаешь то, что можно с тем, что нельзя, путаешь спектакль с реальностью, тебя так жестко ставят на место, как ни в какой Саддам Хусейн не ставил. В этом суть американской политики. Значит, как только Трампу, Джонсону, кому-нибудь еще, ядро правящего класса сказали, надо вот так, да? Да мы уже говорили вот это. Надо вот так. Вы от этого поверните куда надо. Как хотите. Мы вам даем полную свободу в выполнении наших директив. Ну, относительно, но даем. Ну, там творчество было проявлено. Тогда вот ищите, как вам удобнее, спросите ваших политтехнологов, но надо вот так. Они даже в мыслях не могут себе вообразить, что можно пикнуть. Либо, я как говорил уже неоднократно, и по-моему, где-то даже на вашей программе, что либо Трампа купит глобальное, вот это глубинное государство, и тогда ему дадут победить. Но тогда он будет лежать в кармане у этого глубинного государства, или, как я люблю говорить, ядра политического класса американского. Либо его не купят, и тогда он будет уничтожен. Никакого другого существования не будет до тех пор, пока по-настоящему глубоко не расколется ядро политического класса. Это впереди, но пока даже симптома этого нет. И по вопросу об Украине, по всем остальным, полный консенсус. Полный консенсус. Эта война должна быть вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку. Точно. Так вот, заменили батарейку. Как бы я в этом смысле, ну, глубоко уверен, что вопрос денег – это только половина проблемы, которая без другой половины проблемы не работает, да? Для того, у нас есть деньги, теперь нужен товар. Если у вас товара нет, например, скажем, вы хотите купить бессмертие, и у вас есть там 10 миллиардов, 100 или даже триллион, но вы его не можете купить, да? Мы смотрим на какие-нибудь пигментные пятна на руках представителей высшего американского политического класса, да? То сколько у вас денег – неважно. Вы это купить не можете. Купить можно не всё. Гораздо грубее, так сказать, вам дали деньги, но если на складах нет оружия, то что значит? Это значит, что вы сформулировали заказы вашим предприятиям, желательно американским. Да, вы им сформулировали заказы, они начали раскачиваться, они ввели инвестиции, они постепенно набрали состав, они с оглядкой взяли себе страховые фонды. Через два года вы получите на эти деньги товар, или чуть-чуть раньше, или вы его где-то купите имеющийся. Я считаю, что решение Соединённых Штатов о финансировании Украины очень серьёзное, его не надо приуменьшать, но не надо же и понимать, как-то изнутри всё выстроено, да? А изнутри это выстроено так, что никаких мгновенных реакций на эти деньги не будут. Это патриоты, это самолёты, это тяжёлая артиллерия, даже снаряды. Это не пончики в магазине, когда пришёл и купил сколько хочешь. Это совсем другая продукция. Ты её можешь выгорести со складов и так далее. И, наконец, единственная возможность серьёзно на эти деньги помочь Украине заключается в том, чтобы сильно разоружиться самим, чтобы изъять эту технику и передать её, а временно оказаться в состоянии этого разоружения. Я сомневаюсь, что это будет сделано, но то, что ядро американского правящего класса посовещалась, посовещалась и сказала «Вперёд! На Украине никаких отступлений! Делайте то, что мы вам говорим! А как вы это будете оформлять? Ваша задача, у вас выборы, мы уважаем ваши конкурентные возможности, так сказать, дальше перепихиваетесь как хотите, но в рамках того, что мы задали». Вот это произошло. И это чудесное изменение. Оно действительно крупное. Оно просто говорит, насколько всё фиктивно. Насколько вот этот человек выходит и говорит «Я только за то, чтобы никаких мигрантов, а деньги тратить на каких-то Украину! Да я там сейчас рубашку порву!» Всё ему говорит. Иди сюда на минутку, перерывчик небольшой в спектакле. Послушай, ты неправильно говоришь, ты не против Украины, ты за. Да, рубашку не рви. А, если хочешь, рви, но в другую сторону. Не с этой стороны, а с этой. И вот этого не говори, а это говори. Он выходит и делает это тут же. Тут же, в ту же секунду. Я не знаю, когда-то, может быть, что-нибудь было, и Кеннеди был готов за что-то умереть, или там Рузвельт, да, но это очень в далёком прошлом. Этот политикум абсолютно пластичен и, между прочим, поэтому абсолютно и очевидно внутренне ничтожен. Что, кстати, понимают и американцы. Сергей Иванович, продолжая эту линию, вчера вот, так сказать, венец визита Блинкина в Китайскую Народную Республику, там разные были волны. Ну, в общем, надо, конечно, это будет внимательно разобрать потом, так сказать, но любопытно, да, любопытно. То есть приказ Блинкина, исходя из вашего первого тезиса, данный Блинкину, понятен. Идти на конфронтацию. Потому что буквально Блинкин после встречи с Дзиньпином сказал, что если Китай не перестанет помогать России и не найдёт порядок с китайскими банками, то это сделает Вашингтон. А потом, типа, пояснил, что США готовы предпринимать новые меры и санкции по отношению против Китая на фоне ситуации на Украине. При этом, понятно, Китай занимал позицию и занимает позицию, ну, уклоняющегося от конфронтации. И понятно, почему он это делает. Вот. Мы по себе, так сказать, можем вспомнить, да, подобные вещи. Но я так понимаю, что цель стоит не дать уклониться. Конфликт должен разразиться. Но это моё мнение. А вы как считаете? Вот. Был такой очень крупный и недооцененный, наверное, его бы забыли, если бы Лениного не начал очень сильно упоминать, так сказать, прогнозист, такой интеллектуал Гильфординг, которого Ленин упомянул в книге «Империализм как высшая стадия развития капитализма». И за счёт этого ещё помним, как его зовут. А на самом деле могли бы запомнить и так. Потому что он сказал нечто максимально важное для столетия. Он сказал «Неравномерность развития при империализме». Неотменяемый закон неравномерности развития при империализме. Ну, возможно, что какой-нибудь суперимпериализм, как говорил Каусский и так далее, отменяет этот закон, но мы видим, он действует. Первая мировая война, тем не менее, как если верить Гильфордингу, ему стоит верить, началась потому, что возникло неравномерное развитие между Великобританией и Германией. Германия – это новая империалистическая страна, которая развивается резко быстрее, чем Великобритания. Великобритания набирает эту косность, необходимость контролировать огромную империю. Она устает под этим грузом глобальным. А Германия только-только объединяется и прёт вперёд. И возникают все слагаемые, там, дорога Берлин-Багдад, сравните там Великий Шёлковый Путь или там что-нибудь ещё. Всё время возникают какие-то дороги, подконтрольные территории, раздел мира, внутренний объём производства, как бы государственный долг и так далее и тому подобное. И назревает момент, когда-либо старая господствующая держава во время Первой мировой войны, это была Великобритания, говорит, что она сдаёт свою позицию и делится с новой империалистической державой, то есть вот с этим Первым Рейхом, как бы воскресшей единой германской огромной страной, либо она говорит, что она не будет делиться. Тогда наступает момент, когда та вторая говорит, что я так дальше не могу, меня распирает, да? Я развиваюсь. Вы дайте мне то место, которое мне положено, объективно. Там говорят милые, а положено, не положено, кто этого не получит. Поэтому что? Поэтому война. Вот давай померяемся, кто чего стоит. И будет война. Возникает война. Германию ставят на место, или точнее опускают вниз, резко, ниже принтуса. Великобритания как бы сохраняет свои позиции при огромных потерях в молодом мужском населении, как и Франция и так далее. Потом через какое-то время выясняется, что там Германия опять может начать развиваться, а эти устали. Всё, уже больше не могут. И тогда поднятие Соединённых Штатов и конкуренция между Германией и Советским Союзом, что есть Вторая мировая война. Значит, то же самое происходит сейчас. Неотменяемый закон неравномерности развития говорит о том, что сами же американцы с их глобализацией и так далее и тому подобное сделали из Китая стремительно растущего конкурента, считая, что они этого конкурента будут держать в узде. Это началось после визитов Киссинджера в Америку. Сказали, Китай третья страна, первая Америка, вторая СССР. Давайте третья будет с первой против второй. А мы вам чем-то поможем. Реформа Дэн Сиалпина, дешёвая рабочая сила. А мы в вас ложимся, потому что прибыль больше. Это эгоистический инстинкт в том, чтобы в вас вкладываться, а не у себя что-то ковырять. Своё население, испугавшись Советского Союза, раскормили. Назад двигаться трудно. Начались новые тенденции утяжеления, старения, капризности. Всего этого дела и возник простой вопрос. Зачем, ну грубо говоря, капризной француженке, обременённой всеми профсоюзами, какими можно, и не готовы там пальцем пошевелить выше того, что ей положено. Зачем ей платить сумасшедшие тысячи евро, если какой-нибудь китаянке, которую ещё будут бить, и которая будет дико цисциплинирована, можно заплатить в 10 раз меньше. Но заплатила и в 10 раз меньше. У тебя товар дешевле, ты конкурентен. Но только в 100 раз, не в 10 раз меньше. Стоп, стоп, тысячу, во сколько угодно, как только можно. Первое. И второе, ну в конце концов, а если ввести какого-нибудь достаточно амбициозного представителя этого третьего, четвёртого мира к себе, так он у тебя будет нести улицы или что-нибудь ещё делать, и опять ты выиграешь. Стратегические последствия никогда в таких случаях не просчитываются. И вот посреди всего этого дела гладко было на бумаге, цацкались, цацкались с Китаем, целовались, целовались, говорили, что замечательно, всё, полное разделение, вы нам даёте рабочих, мы вам сколько-то денежек откидываем. И вдруг почувствовали, что он накопил эти огромные деньги, что он начинает двигаться рывком, и что он начинает занимать позиции в Африке, в Атинской Америке и везде, обкладывает тебя отовсюду, что он и стал Германией Первой мировой войны. Он, эта молодая империалистическая страна по Гильфердингу, а это уже не хухры-мухры. Это хочешь ты, не хочешь, а это обязаловка. Правящий класс Соединённых Штатов, вот это ядро правящего класса, должно сказать, либо оно готово отойти на второе место и передать Китаю то, что ему положено, но тогда оно теряет свои ключевые позиции, типа печатание денег, базовая валюта, и она со второго места идёт на четвёртое. Отойдёт она на четвёртое, капризное, раскормленное американское общество возбухнёт так, как никакое ни русское, ни, не знаю, каком-нибудь азиатское не может возбухнуть, как могут эти возбухнуть. И они уже показывают, как они могут в этом случае начать экстатически действовать. Это страшно, и уйти с первой позиции тоже страшно. А ещё есть экзистенциальная вещь. Лучше умереть, чем потерять господство. Господство потерять нельзя. Господство важнее жизни, важнее всего на свете. И это есть аксиома англо-саксонского правящего класса. Тогда возникает вопрос, ребята, левые мы, правые, работаем мы так или иначе, но мы этот Китай должны остановить. И это первый приоритет. Второй приоритет, мы должны не дать Европе соединиться с русскими. Нельзя технологии Европы соединить с русским сырьём и всем прочим, и русским ядерным оружием. Иначе мы теряем власть. А власть англо-сакс не потеряет никогда. Он не готов, как и всякий представитель вот этого ядра правящей элиты. И тут уже вопрос встаёт ребром. Он гораздо важнее, чем всё прочее. И в пределах этих вещей никаких разговоров на тему, что нравится республиканам, что нравится демократам, не будет. Правящий класс и его ядро скажут простую вещь. Для того, чтобы сохранить господство, нужно вот это, это и это. И всё. А теперь Блинкен, Минкен или кто-нибудь ещё. Ты пошёл вперёд и делай то, что нам надо. И постарайся сделать как следует. А если делаешь не как следует, там это был такой Яшин вологодские свадьбы, может никто не помнит, такой писатель был советский в 60-е годы, такой там притча у него. Расхвастался американский инженер своей техникой. Говорит, вот у нас как, смотри, вот, к примеру, яйцо. Фу, курица. Фу, опять яйцо. Ну, советскому стало обидно, он говорит, а это что у нас? Вот, к примеру, директор. Фу, дерьмо. Фу, опять директор. Значит, теперь смысл заключается в том, а теперь американцы говорят. Вот, к примеру, Блинкин. Фу, дерьмо. Фу, опять Блинкин. Или Керри, или кто угодно. Ты делай то, что мы говорим, и постарайся сделать перфект, хорошо. А главное, не путай наше задание со своим каким-то псевдомировоззрением. Ты вот делай, и все. И постарайся сделать хорошо. И Блинкин делает. Он в этом скован, ну, настолько же, насколько актер очень классического театра, да, скован партитурой, марками и всем остальным. А в пределах этого ты постарайся проявить себя, если тебе удастся. А не удастся, тем хуже для тебя. Прошу вас, Максим. Сергей Иванович, добрый вечер. Готовясь к этой программе, я послушал ваше выступление, найдя его в вашем телеграм-канале, одно из последних, может, даже последнее по времени, посвященное философу Ивану Ильину, центру его имени, который сейчас Александр Ильич Дугин создает. 57 минут ваше выступление мне показалось очень интересным. Сознаюсь на удивление интересным, и я бы просто вас попросил, какие-то основные тезисы, я думаю, зрителям было бы любопытно их услышать. Но я сейчас немножко даже не об этом, а, во-первых, я сейчас в неожиданной роли выступлю, я вас хочу поблагодарить за ту фразу, которую вы произнесли, дословно ее цитирую. Россия не может держаться на стукачах. Опираться на это она не может и не будет. Ну, сказать это в момент, когда так вольготно себя чувствуют общественники, в кавычках, которые занимаются только тем, что пишут доносы, в общем, те же стукачи, ну, это акт гражданского мужества, за что вам спасибо. А дальше я с вами немножко поспорю, поскольку я внимательно все это слушал, даже в какой-то момент конспектировал. говоря об Иване Ильине, который, как известно, в общем, идеолог белого движения, вы сказали такую фразу. Для консолидации общества сегодняшнего российского надо убрать крайние фигуры из белого движения и из красного, не поднимать их на щит. Ну, то есть, вот, идея в том, что Ильин, несмотря на то, что в определенных кругах он популярен, все-таки это крайние фигуры и лучше бы убрать для того, чтобы не создавать угрозу единства общества. А потом, в том же выступлении ближе к концу, вы очень комплементарно высказывались о Сталине. И вот, что я подумал, а Сталин, разве это не крайняя фигура уже другого движения? И разве, вот, попытка его поднять на щит, ставить ему памятники, не может привести к расколу нынешнего российского общества, в котором есть те народы, которые никогда не простят Сталину то, что он и Берия учинили над этими народами. Это и чеченцы, и калмыки, и ингуши, и карачаевцы, и болгарцы, и много-много кого еще. И, может быть, сейчас, ну, вам просто перевернуть эту ситуацию, и то, что белое, условно говоря, те, кто сочувствует белому движению, если они готовы вынести за скобки такой раздражающего человека, как Ильин, может быть, и вам сейчас стоит проявить гибкость, мудрость, и не настаивать на том, чтобы возвращать вот сейчас Сталина в нашу жизнь от греха. Нам сейчас слишком тяжелый момент переживает российское общество, чтобы часть этого общества вот так вот отталкивать. Максим, ну, я начну как бы себя, да, мой отец из очень бедной кавказской деревни, он стал заведующим кафедрой, профессором, известным советским историком, а моя прабабушка по материнской линии, княжна Елизавета Сергеевна Мещерская, из, ближе к Белоруссии, чем, к, Могилевская губерния называлась, и так далее, оттуда. И мой дед, сын предводителя дворянства и офицер Первой империалистической войны, перешедший к Красному, был расстрелян Сталином в 1937 году, что, естественно, очень болезненно сказалось на бесконечно мною любимой матери и вообще на жизни семьи, бабушки и всех. Не могу сказать, что они оказались там в Куваге и где-нибудь, бабушка быстро бежала, как ни странно, из этой провинции в Москву, и там все это растворилось, там не всегда это все как по служеницу, но тем не менее это была глубочайшая травма и для матери, и для бабушки, и для меня как бы никакой апологетики внутренней Сталина никогда органически ни в семье, нигде не было. Я впервые сказал, и для меня это было страшно трудно, что моя семья сняла счет к Сталину, тогда, когда эту сталинщину начали превращать в жупел, служащую разрушению страны. Это первое. И второе, я помню, что говорила мать. Мать говорила, что изъять Сталина, который он очень не любил, а из победы в Великой Отечественной войне могут только очень глупые люди. Говорит, попробуйте, победите вес Верховного Главнокомандующего. Говорила о том, что он человек очень талантливый, а главное, говорю, мы в Москве, когда номенклатура побежала в октябре 41-го года, мы поняли, что все кончено, а бежать некуда. Мы решили остаться в Москве. И было ужасно трагическое умонастроение. Она еще рассказывала, как секретарь комсомольской организации ее института в особом отделе сжег бумаги, потому что особисты все бросили, и все доносы, и все остальное. А потом он остался в Москве, и мы поняли, что борьба будет. Коренной перелом для нас был просто его личная позиция, когда он Москву не сдал. А потом мы стояли у окон, она говорит, и смотрели, как идут сибирские дивизии. Молодые ребята, одетые в полушубки, с автоматами, нескончаемым потоком, шли по московским улицам на фронт. Мы стояли, плакали. Говорю, мам, почему плакали? Она говорит, ну, потому что было ясно, что это смертники. Было совершенно ясно, что войну выиграл он. Его железная воля, было совершенно ясно, что под его эгидой осуществлялась индустриализация, которую все называют русским чудом, да? И по этому поводу Твардовский, который совсем его тоже не любил, писал, но кто из нас годится в суде, и судить, кто прав, кто виноват, о людях речь идет, о людях богов не сами ли творят? Не мыль, певцы почетной темы, мир убеждавший из проста, что о нем самом поэме нам лично он вложил в уста. Не выли все, то в чинном зале, и рта открыть ему не дав, уже вставая, восклицали, ура, он снова будет прав. и дальше говорится, кому пенять страна, держава в суровых буднях трудовых ту славу имени держава на вышках строек мировых и русских воинов отвага ее от волжских берегов несла до черных стен Рейхстага на жарком темени стволов. Значит, было совершенно ясно, что как раз Сталин и стал фигурой консенсуса белых и красных, что Деникин, поняв, как Сталин победил в войне и какая сверхдержава возникла, сказал, все, я умываю руки. Если русские войска стоят в Берлине, все. Вот этот человек с тяжелым кавказским акцентом, оболганный невероятно, невероятно талантливый, поразительно жестокий и почему-то дико полюбивший вот эту огромную империю, да, он стал фактически тем, кто завершил воскрешение русского феникса из пепла после краха Российской империи. Он, этот человек, реально, который это все сделал. Я не буду говорить о других вещах. Моя знакомая, мать моего близкого соратника, который уже умер, и она умерла, она была секретарем Межафара Галагирова, как вы знаете, так, учителя Берии, да, и она говорила, социализм кончился тогда, когда мы начали ездить в совхозы и колхозы Азербайджана с проверкой, да, как бы без своей заварки. Мы не имели права брать у них заварку, не только бутерброды, которые мы везли, заварку, она стоила денег, только кипяток, а когда идут шашлык-машлык, это уже не социализм, говорил мне секретарь Межафара Вагирова, да, и много всего такого было, поэтому, если бы в условиях нынешней ситуации Сталин стал крайним, надо было бы его убрать, естественно, но он не крайний, он в центре, потому что крайний и некрайний определяются не нашими судьбами, и не горем тем или иных народов, а державой, бытием державы, которая, как я убежден, сейчас в такой опасности, как никогда ранее, бытием державы, мерой является держава, патриотизм заключается в том, что во имя того, что твоя держава жила и была, ты наплюешь на любые твои собственные частные невзгоды, касаются ли они тех или иных народов, которые тоже по-разному себя вели, касаются ли они отдельных людей и отдельных человеческих судеб, все в сторону, ибо выше всего твоя страна, и ты меряешь все вкладом в страну, снять вклад Сталина в построение страны невозможно, он слишком велик, многое из того, что он сделал, безусловно, требует очень тщательного внимания, ему можно упрекнуть в одном, он не обеспечил преемственности власти, это мне сказал один очень-очень крупный китайский политик, когда я с ним беседовал, да, вот у нас все там преемники друг друга, а Сталин не обеспечил преемственности, да, эти его Хрущевые и все прочие, это же его порождение, да, и это большой грех по отношению к стране, но его заслуги колоссальные, и он является этим державным центром, Александр Третий сколько во блог не писал, там, победоносцев открыл, распростер там, савиные крыла, не помню, как точно, что там он именно сделал, раскрыл, победоносцев, простер, видимо, да, раскрыл, простер, не помню точно, неважно, савиные крыла, да, Александр Третий дал колоссальный рывок движению России, в отличие от Александра Второго, да, и от Николая Второго, мы, если центр и критерий держава, вот есть Александр Третий, плевать, сколько он белый, плевать, сколько реакционный, какие, кто растер крыла, вот он, да, там, Скобелев победил в войне, вот он, там, как бы, Суворов, мало кого, он там только не терзал, и поляков, и Пугачев, по-моему, тоже приложил, там, и все остальное, он обеспечил победы, есть он, кого нет, да, в этой ситуации из этого исчезают те, кто говорили, что нам не нужен социализм в отдельно взятой стране, нам вместо этого нужна, там, мировая революция, троцкий, неотроцкизм, и все прочее, это оказывается тем радикальным красным краем, по отношению, который надо отбросить, теперь фигура Ленина, которая является наиболее полемической, преступное, этот самый, Брест, Брест-Литовские соглашения, отдача огромных территорий, да, да, все это можно считать грехом, только у меня большой вопрос один, это сколько длилось, и как это было названо самим Лениным, да, это было названо передышкой похабного Бреста, уступкой, необходимостью, он называл этот Брест похабным, преступным, и все что угодно, длилось это меньше года, и 8 ноября 1918 года Ленин под его прямым руководством возникла коммунистическая революция в Германии, которая похоронила этот Брест, года не прошло, как он был похоронен, и началась сборка страны, теперь я спрашиваю, а что такое Белорусские соглашения, чем они отличаются от Бреста, есть ли ревнители, там, неважно, антисоветизма, антикоммунизма, которые абсолютно не являются для меня вот чем-то таким, что вот нельзя это критиковать, да, упаси Бог, не трогайте, есть ли они, такой жесткий счет предъявляют Ленину по поводу того, что был Брест-Литовск, да, то им можно предъявить счет за Беловежье, за Лельцин-центр посреди Екатеринбурга, либо, либо, либо вы говорите, что политический маневр выше всего, и тогда вы не говорите об издержках, либо, если вы начинаете выставлять издержки, то вы должны помнить, что это продолжается больше 30 лет, и что вся эта Украина в итоге была наша, и что героические подвиги наших солдат сейчас, говорю абсолютно серьезно, по занятию отдельных поселков и всего прочего, да, не могут отменить факты того, что война идет оппозиционно, и что Украина не наша, а она была наша, и если мы мыслим этими категориями, то надо же понять, что страну все равно собрали, ах, там была заложена мина под в виде парада суверенитетов и всего, а Османская империя имела парад суверенитетов, право нации на отделение? Не имела, она распалась, Австро-Венгерская распалась, значит, вопрос не в том, какие там, где заложены эти самые системы право нации на самоопределение, которые ВКПБ, а потом КПСС, вот так держала в руке, и ничего этого не отдавала, а в том, какие именно предательства и почему происходят, и как этим предательство сыграла химера от того, что мы войдем в Запад, а поэтому должны от всего этого освобождаться, значит, внутри этого мерою вещей является держава, с точки зрения державы, Сталин фигура компромисса, Ленин фигура проблемная, а Троцкая фигура, которая отметается, таков красный фланг, теперь с другой стороны, и кто такой Ильин? Ильин это человек, который настолько ненавидел коммунизм, неправда, что он был, не знаю, офицером СС, это неправда, он, как бы, успел поссориться там с рейс-комиссаром этого русского института, которым он руководил, перед приходом Гитлера и сразу после, он человек был достаточно крутой, в этом смысле, с характером, его мирно, со всем его скарбом, со всем имуществом и так далее, отправили в Швейцарию, которая была в отчине Германии, но он не был, как в отличие от, не знаю, каких-то там других фигур, какой-нибудь там, так сказать, номенклатурой СС, или какой-нибудь еще Германии, этого не было, но то, что он ненавидел коммунистов так, что был готов снять императив державной целостности и того, что держава выше всего, с момента я не говорю превыше, выше, он снял это и сказал, немцы бьют коммунистов, хорошо, Гитлер, отлично, Муссолини бьет коммунистов, прекрасно, Франко, замечательно, такая ярость по отношению к красным, которая зашкаливала все, включая императив государственности, конечно, он был русским патриотом, конечно, он был человеком, который по-своему любил Россию, так все коллаборационисты, которые участвовали в гражданской войне, любили Россию. Краснов вспоминает, что добровольческая армия сказала ему, что он немецкая проститутка, и это было правда, потому что он жил на немецкие деньги, на что Краснов ответил, если я немецкая проститутка, то добровольческая армия это сутенеры, живущие на деньги немецкой проститутки, кто-нибудь из тех, кто на Дальнем Востоке, японцев, затягивал на территорию, думал потом, что японцы назад отдадут Дальний Восток. Каучак был офицером чьей армии? Чьей армией офицером был Каучак? Он был офицером английской армии. Что такое Врангель, что такое этот Ровс, и все прочее. Это структуры, которые прекрасным образом перешли на сторону иноземцев. Это трагическая судьба белой эмиграции. Это огромная трагедия, которая заслуживает своего Шекспира, не знаю, Шиллера, и все что угодно. Там были замечательные люди, но трагедия состояла в том же, в чем стояла трагедия Сида. Знаете, что французской песни народ сочинил по поводу Сида, который ушел к Маврам против короля? Он сказал, на Испанию родную поднял Мавров злой Родрик. Эта трагедия сейчас, в момент, когда мы переживаем то, что мы переживаем, должна быть выведена за скобку. А тогда, да здравствует Суворов, Скобелев, я не знаю, там, кто угодно, там, любые военные, но не Врангель. Да здравствует Александр Третий, но не коллаборационисты. Тогда смысл консенсуса в державе и на уровне этого консенсуса Сталин это то, что из песни слов не выкинешь. Мы должны прерваться на рекламу и сразу после нее продолжим. Это программа «Право знать» на канале ТВ-Центр. Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Кругиняном. Сергей Иванович, реклама иногда бывает безжалостна. Вы хотели поставить точку, да? Теперь другому. Да. У меня мать как бы очень ценила вот этот весь советский строй и все прочее. Участвовала с удовольствием в монографии и литературы «Новый человек» и так далее и тому подобное. Занималась Фолктером, Шолоховым и Томасом Маном. И когда возникло дело Синявского, и я как молодой человек совсем там, ну, ясно, увлекся гонимость, такие люди умные, прессуют их, она меня спросила простую вещь, ты мне скажи, зачем он вступил в Союз Писателей? Зачем он вступил в Союз Писателей? У него там, зачем он взял псевдоним Абрам Терц? Он никакого отношения к этой нации не имеет. Зачем он вступил в Союз Писателей? Там написано служение делу соцреализма. Я говорю, может быть, ему мешали работать. Он говорит, ладно, у меня уже четыре книги вышло, я не член Союза Писателей. А ты почему не член Союза Писателей? Он говорит, потому что я не хочу лишний раз видеть лицо Верченко. Я не хочу на собеседование идти к Верченко. А он хочет. А потом этот Синявский написал, что он работал на советскую разведку. Книга называется «Спокойной ночи». И что это все была здоровенная провокация. Кстати, в отличие от Даниэля. Значит, внутри этого все время была вот какая-то червоточина. Вот это бесконечное червоточина, которую невозможно выделить из этого. И она для меня носит трагический характер. Глеб Павловский, так сказать, нас покинул, и он был умным и интересным человеком и все что угодно. Но я никогда не забуду, как в прямом эфире Евгений Киселев спрашивает его, только что пришел 2000 год, Путин и все прочее. Еще Киселев работает. А правда ли, что вы содействовали как агент КГБ, смертельный в советский момент обвинения, КГБ, посадки там сына Сергея Адамовича Ковалева и еще таких-то и таких-то? Что ответил Павловский на всю страну? Вы не помните? Посмотрите. Он вот так сдвинул очки и сказал, ну был грех. И что? Это могла советская интеллигенция сделать? Да? Значит, возник совершенно новый внутренний формат, при которой не только понять, вот, держава и все, что со мной, плевать, жила бы страна родная, действительно, но и многое другое, честь и так далее, оказались отброшены в силу вот этого вот маневра. А внутри этого маневра безумно трудно строить консенсус. Потому что, если уж говорить об этой передаче, то никто так жестко не оценивал негативный Ивана Ильина, как Александр Гельч-Дугин. И для того, чтобы с этим ознакомиться, надо просто взять книгу Мартин Хаддегер, открыть на такой-то странице и прочитать, как он хлещ от этого Ильина просто по щекам. Ничтожество, нефилософ, такой-то, такой-то и такой-то. На половину немец. Да, там немец мамашу вспоминает. Ничего не имеет отношения к России. Очень жесткая характеристика. У меня возникает вопрос. Ну, если это такая жесткая характеристика? Ну, если это такое отвращение? Ну, если у меня какой-то человек вызывает отвращение? Ну, не буду я возглавлять центр его имени. Я назову этот центр именем Победоносцева. Между прочим, умнейший человек. Или Чучева. Или кого угодно еще. Но я не буду действовать так. А сегодня можно все. Все. Я прошу прощения еще за одну фразу. Как бы это кусок стихотворения одного моего друга, который, так сказать, достаточно страдал при советах и который, так сказать, никогда не менял принципы. Среди бела дня мне могилу выроют, а потом меня реабилитируют. Пряжкой от ремня, апперкотом валящим, будут бить меня по лицу товарищи, спряшут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют. Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность. Что у нас? Зачем? Так вот, забыть последовательность в этот этап жизни России нельзя. И нужно это все помнить. Себя же самого, свои оценки, свои мировоззренческие критерии и двигаться сообразно им, лавируя, естественно, но не беспредельно по принципу был грех и что. А то, что вы мне сказали о стукачах и так далее, это и есть. Теперь, значит, кто нравится, что нравится там, я не знаю кому, но были люди, которые мне нравились в пастернак, а пастернак по Сталину нравился. Мало ли, что это было. И ни при каком Сталине не было этого. Это внутренняя потеря стержня и высшего критерия, которым, я считаю, для каждого из нас должно быть благо России. Прошу вас, Александр. Сергей Ирванович, я очень рад возможности задать вам несколько вопросов. Вы упомянули Владимира Ильича Ленина, тут как раз дата была такая, мимо которой пройти невозможно. У меня в связи с этим несколько вопросов, ну, два вопроса. Один вопрос касается непосредственно, ну, в кавычках скажу, учения Ленина. Сейчас мы уже про это вообще не говорим и вообще как-то где-то все это ушло и говорится в ругательных каких-то интонациях об этом. Учения Ленина или вообще ленинизм, как мы об этом раньше когда-то говорили, это все уже прошлое. В прошлом оно уже не имеет никакой актуальности, никакого значения для будущего. Это никакая не философия, на которой может строиться, можно понимать построение будущего отдельной взятой страны, общества. И в связи с этим вопрос вы упомянули также Троцкого, Льва Борисовича. В связи с этим у меня тут очень короткий вопрос. Он говорил о том, что перманентная революция, а не были эти слова предназначены перманентной войне, потому что ощущение такое, что мы живем в состоянии перманентной войны, которая и определяет развитие даже не отдельной страны, а вообще целых государств. Я с радостью отвечу, мне очень интересные вопросы, я здесь союзник, Дима, как покороче это все. Мы развернуто поговорили в первой части, у нас уже наметили сложности. Отвечу, то, что я знаю, вот что бы они все не говорили, да, как бы, тут когда-то такой Рудольф Пихой обнаружил мое присутствие в особых папках ЦК КПСС, я никогда этого не скрывал, это произошло достаточно неожиданно, и это называлось «верх по лестнице, идущий вниз», но это было, и я мог, и хотел использовать все для того, чтобы что-то понять всерьез. Так вот, насколько я это знаю, и мне кажется, что я знаю это лучше многих сегодняшних историков, и, естественно, лучше тех экспертов, которые здесь специально не занимались. Он приехал в 2017 году абсолютно здоровым человеком, как огурец, еще тренируясь там на велосипеде, и все просто. Вот с таким здоровьем. Он сгорел за четыре года с лишним, потому что он работал в ситуации каждодневной неопределенности. Он не знал, что будет завтра. Он человеком был таким же жестоким, как Сталин, и никаких вопросов тут о гуманизме быть не может. Но он грезил развитием. Это доходило до отсутствия политической адекватности и разума. Он в момент эсеровского мятежа на строительство ВОХО в строй направлял последние ресурсы и солдаты всех, не зная, он завтра уцелеет или нет, и будучи тяжело раненым человеком. Он тут же с этим Красиным и Кожжановским начал делать гауро. Он был безумен в этом. И, наконец, последнее, даже большой дом в горках казался ему слишком большим, и он бежал в маленький. Он был человеком невероятно талантливым. Все люди, которые жили в России, не могли предсказать, что будет в 17-м году. Единственное, он предсказал, что произошло, и все это прекрасно понимают. И, наконец, я хочу напомнить его одну фразу, которую надо все-таки как бы выучить науизусть всем. Говорите массам правду. Он был не романтиком, он был политтехнологом. И когда он говорил, говорите массам правду, что он имел в виду? Он имел в виду следующее, что когда вы будете массам пудрить мозги и говорить неправду или не до конца, они потеряют к вам доверие. А если вы первым скажете правду, то интерпретировать эту правду будете вы. И я хочу это обратить ко всем масс-медиа страны, патриотическим в том числе, что задача заключается в том, чтобы говорить эту правду и до конца. В этом смысле гений Ленина не вызывает никаких сомнений, так же, как его эта страсть. Вопрос о том, был ли он там агентом чьей-то разведки, темна вода и абсолютно неопределяемая ситуация. А как именно иностранные войска шли на Россию советскую и в каких обозах ехали белогвардейцы и как именно Россия давала отпор всей международной антанте, мы знаем, как знаем и то, что он собрал страну, собрал ее из обломков. Я отношусь вот по материнской линии к той части вот этой ну, как бы элиты до советской России, которая вся перешла к большевикам. Вся! Их было много. Это произошло по одной причине, как сказал тот Бонж Бруевич, не тот, который был с Лениным, а тот, который в генеральном штабе, так сказать, занимался разведкой, что никому из князей Россия уже не нужна. Они готовы ее рвать на части и делить как угодно. Дальше он делал паузу к вопросу о Троцком, говорил, а этому Троцкому для какой-то мировой революции армия нужна. И он знает, как это делать. Господа, давайте построим Троцкому армию. Пауза. А когда будет армия, не будет Троцкого. Что, неправильный прогноз? Значит, дальше с самим Троцким. Троцкий говорил о том, что русская революция не имеет никакого значения. Только Германия и все остальное. Вхождение в Европу. Вот что такое Троцкий. Да, но у Троцкого была правда у этого талантливого человека. Он говорил, что при рождении номенклатуры может начаться. Цитирую по памяти. Оторванная от широких масс партия может в лучшем случае погибнуть в неравной борьбе. А в худшей, скажете, сдаться в плен? Нет. В политических битвах в плен не берут. В худшем она придаст интересы прородившего ее класса. И в этом и есть суть термидарьянского перерождения. Значит, нельзя выкинуть эту часть. Теперь нео-цароцкисты. Нео-цароцкисты это полное брахло. Ну полное. И все, что сейчас сделали с леваческим движением, это такое брахло, которое даже представить себе было нельзя. Так расклад сил выглядит с моей точки зрения. Что касается Ленина, только вы помните философские письма и так далее, он сильно очень сдвинулся в сторону Гегеля от Маркса и там с моей точки зрения попал в ровушку, но это были уже последние годы. Сталин это вообще отдельная философия. На каждом слове клянущуюся в ленинизме. Тезис о построении социализма в отдельно взятой стране, как суть сталинизма, не имеет никакого отношения к марксизму и всему прочему. Это совершенно своя идеология. Что сделал Сталин могу сказать в двух словах. Сталин взял дворянскую, русскую, антибуржуазную культуру и передал ее народу. И это видно по каждому телодвижению его. А вот то, что там в связи со всем с этим произошла некая большая недоработка, он говорил там будет орден меченосцев, никого ордена не было. Партия довольно быстро он же сам превращал ее в брахло. Помню, что партия делала с Лениным, а партия с Лениным делала страшные вещи под конец уважения. Да? Она его так выводила из игры, что дальше невозможно. Так вот, в этом смысле Сталин совершил свои ошибки. И он виновен в том, что был Хрущев и так далее, и у него величайшие заслуги. И так с каждым. Так что мы будем помнить? Заслуги или вот эти все темные пятна? Держава, ее будущее, ее судьба и вклад в нее. И никаких других критериев. Да, интересно, что Сталин говорил. У каждого человека есть положительные и отрицательные качества. Самое главное, чтобы баланс был положительный. Вот. И может, в этом смысле товарищи китайцы, которые считают про Мао Цзэдуна, что 70% было хорошего, а 30% плохого, не так-то уж здесь и неправы. Но я предлагаю все-таки чуть-чуть тему как-то расширить или обратиться к тому, что там Василя волнует. Как-то обычно. Сергей Иванович, здравствуйте, добрый вечер. Я предлагаю вам обратить внимание на шахматную доску под названием Украина-Россия и все, что здесь происходит на территории Украины, война и так дальше. В самом начале было сказано о сделке. То есть, да, мы с вами действительно свидетели сделки. Имеется в виду сделки Соединенных Штатов Америки и Украины. Мы вам деньги, мы вам оружие, а вы нам солдат, вы нам воин. Сделка произошла, мы сейчас видим ее последствия. Мобилизация и все, что связано с мобилизацией как внутри Украины, так и за ее пределами, за ее пределами касающиеся прежде всего стран ЕС произошли, ну как вам сказать, происходят чудовищные сдвиги в мозгах самих украинцев. Что я имею ввиду? Первый маленький эпизод на фронте, когда одно из подразделений, достаточно обученное, хорошо вооруженное вооруженных сил Украины, берет и снимается из позиций, просто снимается, потому что у них нету будущего, они не понимают, что такое демобилизация, не понимают, что такое ротация, снялись. Второе, касающееся гораздо большего количества миллионов граждан Украины, которым министр иностранных дел Украины, Кулеба, есть такой фраер, который сказал, что это не работает, фраза это не работает касается конституционных прав граждан Украины, которые проживают за рубежом. То есть им отказали в праве оформлять паспорта, продлевать, осуществлять какие-то доверенности, ну, десятки действий, которые могли быть. И вот возмущение, которое происходит, которое бурлит в головах украинцев, вылилось для меня неожиданно, и в этом мой будет вопрос к вам. Ко мне начали обращаться многие украинцы, которые выехали, которые считают меня врагом, агентом Кремля и так дальше, но они спрашивают, как им, и есть какая-то возможность, и как практически им вернуться в Россию. Как им вернуться в Россию? На сегодняшний день, я просто хочу сказать зрителям и тем, кто нас смотрит в Украине, единственный способ въехать на территорию России, это самолетом в Шереметьево, там идет проверка и так дальше. Скажите, пожалуйста, вот конкретный вопрос к вам. Как вы выйдете, как лидер общественного мнения, стоит ли сейчас Российской Федерации, Россия, правительству российскому рассмотреть эту проблему иначе и дать шанс тем миллионам украинцам, которых хотят сейчас в Польше, в батальоны, в Литве, в батальоны, дать им оттуда выехать и приехать в Россию объединиться и стать целостностью того, что называется единый народ. У Шиллера в трагедии Дон Карлос «Инфант Испанский» Маркиз де Поза говорит королю Филиппу беглецам имелись в виду там соответствующие преследования в Испании, да, инквизиция, открыты материнские объятия Елизаветы. В этом смысле открытие материнских объятий мне кажется рационально, с оговоркой на то, что одновременно должна быть ускорен, усилен и более широко развернут спецслужбистский контроль за тем, чтобы не въехали отнюдь не те, кто хотят нас материнских объятий, а тот, кто хочет нас ударить ножом в спину. Естественно, что фильтрационные вещи и все прочее не могут не сопровождать любую крупную войну, а война идет. И русские здесь фантастически толерантны, ну, фантастически мягки, но это немыслимо, как именно мягко они в этой ситуации относятся к украинцам. И я считаю, что в этом есть высшая имперская мудрость русского народа. Поэтому в условиях того, что происходит, могли бы быть такие полицейские акции, такие запреты, такое ощущение, что теперь главный враг это хохол и так далее. Но тени этого нет. Не в народе, не во власти. Тени этого нет. Поэтому то, что сейчас происходит, конечно, является по отношению к уровню конфликта и его экзистенциальности режимом наибольшего благоприятствования для украинцев. Этот режим можно расширить только расширяя одновременно спецслужбистский контроль. Потому что иначе однажды Азов скажет, что он весь хочет там приехать срочно для строительства единой России и потом тут будет мятеж. Мы не можем это допустить. Ни одна страна мира не может это допустить. польских шахтеров французы высылали, как только там началась война и что-то Гитлер оккупировал Польшу. Колоссальной степени жесткости действия осуществляли по отношению к японцам и американцам по территории Соединенных Штатов и так далее. Мы по отношению к этому невиданный экстремум толерантности по отношению к украинскому народу. Ее можно увеличить только увеличив одновременно наблюдение за тем, чтобы наши толерантностью не воспользовались для удара в спину. Но это, я считаю, надо и можно делать. Но уже сейчас этот уровень безумно высок. И это великое свойство русского народа и некое, простите, но и для меня такое обнаружение, что говорил, Лерик писал книгу Украина цене Россия, да? Ну таки действительно цене Россия. То что же я могу поделать? Потому что вот эта охота на москалей, на любых москалей, на все, она показала, что народ мелкий. Вот элита мелкая, глупая и как всякая закомплексованная негосударственная элита, не способная проявить даже разумной широты. Они-то уж должны были этих русских обхаживать как угодно, говоря о том, что русские, да, а вот путинизм нет. Но у них на это не хватило ни ума, ни чувства, ни даже политической рациональности, потому что возобладала вот эта колоссальная мелкость, разожженная тем миллионом людей на Украине, которые ненавидят москалей больше, чем Гитлер ненавидел евреев. И эти люди правят сейчас. Они говорят, что москалей не славяне, да, и вообще не русские, что это турки, что они все должны быть истреблены, что это лишний народ на планете и так далее и тому подобное. Вот этот экстаз русоненавидящей элиты это это главное. Теперь народ с каждым годом понимает все сильнее, что обманули дурачка на четыре кулачка. Вот что он будет понимать. Он не от нас это будет слышать. Мы для него там он по факту будет это понимать. Потому что для народа достаточно специфического и так далее. Вот это тебя кинули, оно очень обидно. а кинули помертвые, потому что говорили, да мы за вас будем воевать, да русские не дернутся, да мы вас озолотим, да вы будете жить в миру и как в Европе, так как в раю. Да будет все замечательно. Теперь говорят, будете воевать до последнего украинца. Мы платим за ваши трупы. Уже прямо говорят, сколько именно долларов за труп. Вас не будет вообще. А ваше руководство будет заниматься истреблением вас беспощадным и окончательным, потому что оно вас и продает. И внутри каждого украинского трупа есть доля Зеленского. Его доля натуральная бабках. Значит внутри этого всего будет происходить прозрение обманутых, а это не немцы, это украинцы. Это я не желаю того горя, которое постигнет тех, кто в итоге окажется жертвой украинского народа, когда он поймет, что он обманут. Это будет круто. Не сейчас, но будет. А в элите это просто торговля трупами. И все нерациональное, безумное, любое. Что касается русских, то повторяю еще когда-то я говорил об этом. великий наш философ, дипломат и поэт Федор Иванович Тютчев сказал, умом Россию не понять, аршином в общем не измерить, у ней особенная стать, Россию можно только верить. А потом некий губерман написал эпиграмму, которая страшно понравилась нашей интеллигенции, давно пора отуды-то мать, умом Россию понимать. Так если посмотреть на портрет Тютчева и фотографию губермана, то понятно, что чисто ума у Тютчева вот столько, а у губермана вот столько. Понимаете? Поэтому все эти губерманы хотят сделать Россию постижимой их вот таким умом. А Тютчев понимал, что даже таким умом ее постигнуть не может, что постигать надо сердцем, верой, неизвестно чем еще. Кто умнее? Вот этот разговор о величии России, которому надо только верить, он соединяется со словами Тютчева, когда Бисмарк сказал, что государство строится железом и кровью, Тютчев ответил, а мы попробуем любовью, а там посмотрим, кто сильнее. Вот это каким-то невероятным способом укоренено в любой русской душе, на всех называют русскими, вот укоренено там, кроме малого количества совсем омещанинных групп, которые готовы от отказаться, вот этот имперско-собирательный код русского народа невероятно силен, и никакое это изменение России в национальную сторону, и никакие изменения окраин, и никакие другие вещи этот код не изменили, и контрастность украинского и русского кода стала ошеломительной, я ее не ждал. Мы прервемся на рекламу и сразу после нее продолжим. Это программа «Право знать» на канале ТВ-Центр, мы продолжаем разговор с Сергеем Кругеняном, прошу вас, Андрей. Добрый вечер. Сейчас одновременно с получением новых американских траншей на Украине происходит процесс окончательного отказа от Михаила Афанасьевича Булгакова, который оказался совершенно уже непригоден для украинской государственности, как на мой взгляд именно потому, что он эту государственность описал и видел насквозь абсолютно. Так вот, здесь какой интересный момент просматривается. Почему вообще украинская государственность сегодня возникла такая? Мы очень хорошо помним, что в 1991 году, когда Украина получила независимость, она имела все пути, все возможности развития, но почему-то оказался востребован идеологически Бандера, в какой-то степени и Петлюра, еще кто-то из этой группы людей, и плюс ко всему главным, таким, наверное, философским государственным постулатом Украины постсоветского периода явилась упоминавшаяся здесь уже работа Кучмы «Украина не Россия». Так вот, к чему это приводит такой философский подход государственного строительства на примере Украины, мы уже знаем. То есть он приводит в полнейшую катастрофе, деградации, когда вам уже, оказывается, никто не нужен, и результат очень плачевный. Но, вы знаете, здесь хотелось бы вернуться обратно. Понимаете, вот то, с чего мы начали эту беседу. Мы же сейчас всерьез обсуждаем эффективность и злободневность людей, творивших и разрабатывавших свои концепции сто лет там назад. Владимир Ленин, господин Льин, Сталин, два человека, имевшие реальный опыт государственного строительства, и если мы, как мы не забудем, в общем-то, если касается Сталина, то, в общем, на этом базе мы до сих пор и едем. Так или иначе, даже наше оружие, которым мы боремся с нацизмом, оно, в общем, куется на тех предприятиях, которые Иосифовичем создавались. Здесь, конечно, можно было бы пнуть Ивана Ильина и сказать, что у него-то этого опыта не было в принципе, но здесь другой вопрос. А не кажется ли вам, что то, что мы сегодня спорим о философских концепциях, как ни крути, 70-80 и большей давности, говорит о том, что наша идеологическая слабость в разработке новых идей сегодня, она не сильно отличается от украинского масштаба? Я считаю, что Украина опережает нас только в одном вопросе, в вопросе об идеологии. Это темная идеология, мерзкая и такая, но там есть идеологически сплоченная группа, ну, под миллион человек, которая одержима не только воровством, но и чем-то другим, и которая непрагматична, у нее есть какие-то вот эти ценности. И я всегда говорил, что ну не надо все время так сильно эксплуатировать человеческие специфику господина Ковтуна. Ну не надо, конечно, с одной стороны, в этом есть определенный эффект кратковременный, и это вопрос у меня не к тем, кто эксплуатировал специфику господина Ковтуна, а прежде всего к Чарли Чаплину и его образу Гитлера, и также всем этим трагефарсовым образом, принижающим, осмеивающим, на коротком промежутке времени, возможно, то, что из Гитлера сделали шута, помогло там, где-то в войне, бесноватый фюрер. Но только ты объясни, почему бесноватый фюрер дошел до Волги и был, смотрел в бинокль на Москву, если он такой бесноватый, и почему он взял всю Европу. А дальше, на стратегическом интервале, надо было сказать, что это зловещее, масштабное зло, и показывать русскому человеку вполне существующих, сильных, умных, убедительных, темных, мерзавцев, а не кофтуных. А такие были, и показать их можно было. Все это лицо, по-настоящему, со всей его метафизической дьявольщиной, и всем прочим. Но на это не рискнули. В этом смысле, я считаю, что Украина, Украина больше ворует. Украина проявляет гораздо меньше государственного чувства. И Украина полностью любва под Запад. Она во всем неимоверно слабее нас. Но у нее есть эта подлая группа, которой американцы дали возможность рулить тоталитарным образом. И идеологией человечка ненавистнической она может заниматься. Теперь с нами. Конечно, у нас не решен ни один крупный идеологический вопрос. Вопрос не в написании идеологии. Вопрос в ответе на принципиальные вопросы. Мы проиграли холодную войну, да или нет? Если мы ее проиграли, есть синдром поражения, да или нет? Если есть синдром поражения, и после Вьетнамской войны шла всеобщая реабилитация американского населения, нужны ли программы реабилитации после синдрома, да или нет? Дальше возникает очень простой вопрос. Мы проиграли проект схождения в Европу, да или нет? Если мы его проиграли, куда мы поворачиваем? Что мы говорим людям по этому поводу? Это все существует в неких фигурах относительного умолчания. Поскольку я на время этой войны полностью снял даже какую-нибудь любую оппозиционную критику существующего, я говорю только о самых стратегических моментах и только с позицией предельного внимания и деликатности к тем, кто ведет эту войну. Слишком важно в ней победить. Да, я понимаю, сколько выгод существует в том, чтобы сказать, что это там СВО и что как бы это война где-то там, а население само по себе, да? Но пока война идет только с Украиной, может, это и выгодно. И, может быть, ничего другого сделать нельзя. Только если эта война на столетие и со всем западным миром и в условиях, когда остальной мир совсем не будет к тебе абсолютно близок прижимать тебя в объятие, то этого уже недостаточно. Нужно признать, что проект закончен. Нужно открыть этот новый проект. Хотя бы проект форсированной милитаризации. Нужно повысить, понимаю, как все говорят, а тогда все будем голодать. Не будем голодать. Американцы не голодали, когда они половину своего бюджета тратили на войну, которая велась за океаном. Нужна реальная трехмиллионная профессиональная армия. Ее трудно сделать, но ее нужно сделать. И нужно сделать, чтобы платили хотя бы втрое больше. Нужно создать другую инфраструктуру. Нужно поднимать промышленность. И нужно прекрасно понимать, что каждый завод по 2 нанометра создающий эту электронику стоит примерно 100 миллиардов. А этих заводов нужны десятки. Мы входим в новый период, в котором надо и пересмотреть. говорили, что Великая Энергетическая Держава все купит. Ну и как? Говорили, что нас никто не будет атаковать, если мы идеологически разоружимся. Ну и как? Почему Ленин и кто угодно еще ради сохранения власти спокойно признавали ошибки? Почему Сталина была продиктована и написана статья головокружения об успехах? Почему сочетание ревизии происходящего спокойной, разумной и так далее и словесно выраженной не может сочетаться с сохранением всего лучшего, что есть и переводом страны на новые рельсы без политических потрясений, которые нам не нужны и символом отсутствия которых является то, как выбрали Путина? Почему это все задерживается? Возможно, к этому есть масса рациональных причин, но мне кажется, что если эта война на столетие и не с Украиной, если только у Трампа хватит дерзости вывести из НАТО Америку и мы окажемся без пятой статьи, которая на самом деле не им помогает, а нам, да, то тогда мы увидим совсем других противников, включая милитаризованную Японию, включая милитаризованную Германию, мы видим увеличение военных бюджетов, мы видим как именно меняются элиты, мы видим как Европу готовят к войне с нами, если ее так готовят, то эта война будет, мы не хотим ее в высшей степени, так мы ничего не хотели, мы за украинский суверенитет газом платили десятилетиям и боялись тронуть один волосок этой украинской незалежности, а что касается того, как именно они себя ведут, то совершенно ясно, что они ведут себя как народ, который не на фундаменте державной самодостаточности, потому что никакой державной самодостаточности без русского фактора у них нет, вынув русский фактор и советский, они оказались в дикой депрессии во всем, что касается державной самодостаточности, тогда начались утопии, тоталитаризм, экстаз и ненависть, потому что опираться не на что, у русских есть эта традиция, и в том числе традиция собирательства, а там все это оказалось погружено в пароксизм ненависти, что очень скорбно, очень горестно, и что, честно говоря, даже не предсказывалось в такой степени. Сергей Иванович, ну вот мы говорили в минувшую беседу с вами об этом, и сегодня возвращались, да, вот Европа, Европа, которая долго выполняла, знаете, и для нас тоже, как бы функцию идола некоторого, вот, и, наверное, ее сущность, особенно послевоенную, мы как-то не так понимали, но сейчас вот все как бы разъяснилось, да, в отношении Европы, и все равно на фоне этого, вот, там выходит, например, Макрон, и говорит, вот, уже прям смешно это все слушать, что мы должны сейчас, и мы сделаем это, вот, все, мы сейчас преобразуем, и пять тысяч у нас будет войск, вот, что доказать, что мы не американский вассал, вот, цель у Европы, сформулированная Макроном, вот, с одной стороны, это смешно, но, понимая и соглашаясь с вашим прогнозом, что там будет происходить, это будут другие люди уже, правильно, это уже не, не Макроны будут, не Шульц, да, не, чем больше Макрон говорит о том, что он не американский вассал, это тем больше значит, что он американский вассал, это известная психоаналитическая вещь, если человек истерически кричит, буду показывать смягченно, я очень люблю свою маму, это значит, он ее не любит, он не будет так орать, если любит, да, он иначе скажет, если Макрон говорит, я не американский вассал, значит, он вассал, более того, он исполнитель стратегического Американского замысла, согласно которому Америка должна остаться при своих, а Европа отдельно от Америки воевать с Россией. Так это и есть самое вкусное, что только может быть для американцев. Они окончательно опустят Европу, они ослабят Россию. Это их классическая система. Двое дерутся, третий забирает бабки. Они станут опять лучшими. Они должны создать несколько крупнейших конфликтов. Иран-Израильский, Японо-Китайский или Индийско-Китайский. Филиппино-Китайский. Филиппин, они не тянут, а ты не придешь. Так уже Японию подписали под Филиппину. Японию, Японию. Теперь надо заново начинать милитаризацию Японии. Они ее демилитаризовали, теперь снова надо милитаризовывать. Вопрос непростой, но возможный. Но они же этого боятся. Они боятся этого мира, где на макро-региональных конфликтах будут восходить, как вы правильно сказали, Дима, совсем другие элиты. А когда эти элиты взойдут, не поведут ли они себя опять, как известный фюрер? Не начнут ли они сначала бомбить Лондон или Нью-Йорк, а потом все остальное? Это для них огромный вопрос. Но это игра на повестке дня. Игра в войну и гонку вооружений на повестке дня, когда говорили, мы идеологически разоружимся в одностороннем порядке. Все, коммунизм, монеты и так далее. И тогда не будет мир без идеологии. Да? Тогда идеологию создали американцы. Они вменили нам авторитаризм, а себе демократию. Да? Правильно? Украина это безумно демократическая страна. Офигеть какая! Да? Путин не избирается, а Зеленский все время избирается. Раз за разом. Шучу. Да? Понятно? Значит, они сами нам навязали идеологию, потому что она им нужна. Либо мы сами возьмем, либо нет. И, наконец, самое главное. Когда-то такой римский папа Иоанн Павел II, так сказать, кардинал Войтова, который много сделал для разрушения Советского Союза, вдруг сказал, что на обломках коммунизма мы построили цивилизацию смерти. Так вот, все черты ее есть. Это цивилизация смерти. Это ее спираль. Кстати, Ильин Неогегельянец, как и Кожев, да? Это интересно понаблюдать, как они там вместе перестукивались или нет. Да? Так вот, смысл здесь заключается в том, что мы-то что хотим? Большую территорию в бараке под названием цивилизация смерти? Или мы хотим разрушить этот Освенцам смерти и противопоставить ему что-то другое? Русская цивилизация была, есть и будет цивилизацией любви. И тут что Сталин, что апостол Павел, что кто угодно. Это цивилизация любви и жизни. Если речь идет об этом, то нельзя говорить о том, что мы будем вписываться в их мегатренд, одновременно говоря, что он сатанический. Нужно выдвигать свой. А это очень страшно, потому что очень хотелось избавиться от этой сверхдержавно-мессианской роли и стать, как говорили некоторые люди, удлиняя букву «Р», нормальной страной. Так вот, оказывается, что эта нормальность – смерть. Да? А они еще придумали новую нормальность. Так что она вдвойне смерть. Так что единственное, что можно сделать, это сделать страну необыкновенной, какой она и была всегда. Выдвинуть свой мегатренд. И тогда соединение тех вещей, о которых я говорю, позволит выстоять, позволит не состояться в большой ядерной войне, позволит оградить от нее Россию и дать нашим детям и внукам возможность счастливо жить в обновленном Отечестве. Если это удастся сделать меньшей ценой, я буду счастлив. Спасибо вам большое, Сергей Ирванович. Как всегда, очень интересно. Уважаемые коллеги, спасибо за участие в программе. Ну, а с телезрителями я прощаюсь. Но мы встретимся с вами через две недели на канале ТВ-Центр. Субтитры создавал DimaTorzok